МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом красочном символичном конвертике написано, что сегодня работников общества ожидает построение колонны, праздничное шествие, концерт и участие в акции «Бессмертный полк». Это был своеобразный анонс, а теперь подробности. Техника военных лет на месте сбора колонны, как всегда, появляется пораньше. В Новорингойской автоколонне ее и готовят к шествию пораньше, с декабря. Нужно заказать и проверить комплектующие, ведь запчасти на ретро-автомобиле не так просто найти. А их в «Газпромдобыча Ямбург» целый парк. Восемь единиц техники, две единицы пушки. У нас среди техники полуторка, так называемого в простонародье. У нас два джипа «Виллес» и «ГАЗ-67», «Победа» и знаменитая «М-ка». Техника готова, подтягивается и личный состав предприятия. Многие, кто сюда пришел сегодня, ходят на «День Победы всегда». Этот праздник и семейный, и народный, и корпоративный, и личный. В общем, второго такого в России нет. «Воевали наши деды, мы победили в войне. Это самый большой праздник, я не знаю, даже больше Нового года и еще чего-нибудь». Приходят с семьями, несут портреты, фотографируются. Дети не совсем понимают масштабов того, что удалось совершить ветеранам. Им нравится сама атмосфера происходящего. Но азы про Великую Отечественную уже знают. «То, что война началась в 1941-м и закончилась в 1945-м». Старшее поколение угадает эту песню с любой ноты. Ведь у них воевали не деды или прадеды, а отцы и матери. Поэтому воспринимают «День Победы» по-особенному. «Без слез не могу смотреть ни один фильм. И вообще, когда ветеранов вижу, благодарна им за все, что мы вот так хорошо живем сейчас. Если бы не они, то ни наша победа, неизвестно, что бы им было». Часть портретов для акции «Бессмертный полк» получают здесь. А воспоминания о своих предках получают из семейных историй. «Мой двоюродный дед Василий Родионович, он был летчиком и воевал в Великой Отечественной войне. И мне довелось знать его лично». Копию знамени Победы площадью 84 квадратных метра уже во второй раз готовятся пронести по главной улице Нового Уренгоя работники общества. И считают это честью. «Мы гордимся этим и чтим этот праздник. Для нас гордость участвовать в этом празднике». Буквально через несколько минут колонна предприятия отправится в путь, но этого времени хватит, чтобы узнать у коллег их любимые военные песни. А потом – марш. «Этот день Победы». «Наверное, Катюша». «Синий платочек». «Сбуглянка». «Самая любимая – это песня «Священная война». Конечно, испытываю большую гордость за наших ветеранов, которые победили в этой Великой Отечественной войне. За ту силу духа, которую они показали, выучку и военное мастерство, победив такого сильнейшего врага – фашистскую Германию. «Ура!» «Общество Гостром Томыща!» «Дякурс!» «Е-е-е-е-е-е!» Та же праздничная колонна плюс горожане перемещаются на площадь возле спортивно-оздоровительного комплекса. В наше время, если и бывают очереди, то вот такие. За кашей. Работники полевой кухни уверяют – хватит всем. Каша – это символ празднования победы нашим коллективам. Кто не успел сфотографироваться с техникой раньше, делают это сейчас. Те, у кого есть снимки, слушают концерт, подпевают и танцуют. Ну и какой же праздник без майского вальса. Участников городской акции «Бессмертный полк» ждали автобусы, чтобы увезти в северную часть города, где более пяти тысяч человек с портретами своих родных готовились пройти к вечному огню. За каждой фотографией своя военная тайна. На фронт ушло восемь человек. Двое вернулись с полей войны. Среди них мой дед Максименко Илья Захарович. Военный летчик. Участвовал в освобождении Венгрии, Польши, Германии. Служил в рядах СМЕРШ, за что был награжден орденом Красной Звезды. «Бессмертный полк» в моей жизни – это дань памяти родным и близким, прошедшим дорогами войны. Каждый год 9 мая я всегда буду идти в рядах «Бессмертного полка» за мир и счастье живущих на земле. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах, шагают предки с нами, как живые. Течет река «Бессмертного полка». Течет река «Бессмертного полка». Финишная точка, площадь памяти и возложение цветов к вечному огню. Таким насыщенным вышло празднование 74-й годовщины Дня Победы в Новом Уренгое. А что происходило в вахтовых поселках через несколько секунд.